Всех вначале хочу поздравить с наступающими потеплениями, потепления у нас грядут, завтра температура поднимется до ноля, в связи с этим сегодня очень жарко у нас здесь в доме книги, я в какой-то момент сниму видимо шар. Давайте мы еще раз поприветствуем джека, который сегодня кое-что. Андрей Владимирович сегодня появился и сказал, что уже вы как на работу сюда приходите. Практически раз в месяц встречи точно проводятся у нас. Представитель интеллектуального кластера «Игры разума». Андрей Владимирович Крупатов, гостя в доме книги сегодня. Андрей Владимирович, раз мы с вами как на работе, то уже вы знаете о чем говорите. Давайте про вашу книгу будем разговаривать, которую сегодня, собственно говоря, вы презентуете. Книга называется «Как избавиться от переутомления». И в разгар зимнего сезона очень актуальное название у него. Ну, оно на самом деле, в принципе, актуальное. А я нормально всем не гужу, нет? Несем гудением, по ощущениям. Вот. Значит, ну, во-первых, конечно, презентация такая, я скажу, неловкая. Ну, вот. Потому что, значит, книжки этой сколько лет? Я уж страшно мне представить, сколько ей лет написал ее в 2003 году. Сколько? 15 лет, юбилей. Вот. Да, значит, я тогда работал в клинике неврозов имени Академика Павлова на 15-й линии. Руководил Санкт-Петербургским городским психотерапевтическим центром. Это орг, метод, отдел по психотерапии комитета по разворохранению администрации Санкт-Петербурга. Видите, я продолжаю выговаривать все слова. Вот. Значит, на самом деле это был Чулан, в котором сидело несколько замечательных психотерапевтов, вот, которые должны были имитировать психотерапевтическую деятельность в этом городе. Вот. Тогда психотерапевтическую... Знаете, сколько было? Во всей России, во всей, было две тысячи сертифицированных психотерапевтов. Две тысячи. Вы ловите. На Россию. А у нас в городе, значит, когда нужно было какой-то оргсбор произвести, ну, я же оргметод-отдел, тридцать два человека у меня было. Ну, я их мог как бы вызвать, но я не стал вызвать, что зачем их мучить. Вот. Значит, да, не было вообще никакого психотерапевтического... С тех пор, я бы должен сказать, немного изменилось. Немного. Появилось много консультирующих психологов, вот. Вот. И, в принципе, то, что касается людей, они стали испытывать меньше тревоги при обращении к врачам с приставкой психолога. Потому что антидепрессанты принимают сейчас очень многие уже, трекфилизаторы принимают очень многие. Эти препараты назначают врачи-психиатры. Но если раньше кому-то сказали, что тебе надо к психиатру, то, значит, сразу намекают на то, что ты неполноценный. Вот. Сейчас нормальная, адекватная реакция. И вот задача моя была, состояла в том, чтобы изменить отношения. Потому что, конечно, можно выбить ставки. Значит, на эти ставки посадить людей. А к ним никто не будет ходить. Понимаете? Спрос рождает предложение. Если люди говорят, у меня есть депрессия, кому идти? Если они боятся, что жизнь несправедлива, и все козлы кругом, ну, вот. Ну, адресат неясен. Все. Да? Вот. А если депрессия или тревога, то понятно, что есть адресат, психотерапевт, психолог и так далее. И вот задача состояла в том, чтобы просто изменить отношения к слову. К слову, хорошее. Психа, душа. Есть она, нет. Вот. Звучит красиво, согласитесь. Но все стигматизировали. Вот. И я, собственно, и программу тут делал. Зачем? Мне все, знаете, говорят. Ну, вы там звезд лечили. Я звезд лечил там. Ну, вот. На телевидении. Вы не обольщайтесь. Если звезда села в телевизор, вот. Она 25 раз говорила, про это не спрашиваем, это не говорите. Здесь проходим мимо, там, и так далее. Люди все были настоящие. А звезды были для чего? Чтобы изменить вот это дурацкое представление, что нельзя ходить в психологу, психотерапевту и так далее. Ну, когда у меня сидит Андрюша Малахов, когда у меня был очковый сидитель, понимаете, Валерий, кто только не сидел. Знаете, тебе посмотрели, о, ну, пошла, все нормально. Жасмин побили, понимаете, здесь вылечили, все нормально, все хорошо. Вот. Да. И это все было, конечно, идеологическое действие для разрушения наших постсоветских идиотских мозгов. Потому что мозги у нас с вами прокомпостированы, мы все с вами закомплексованы. Да? Почему там 40 лет надо было водить по пустыне людей? Было там опыт такой. Вот. Да, чтобы просто те, кто, как бы сказать, еще вот совсем оттуда, они вымерли, другие как-то уже в новую какую-то реальности сформировалось. А у нас с вами когда все Советский Союз спал? В 91-м году. Сейчас сколько прошло лет? Семнадцать. Еще, ну, чуть побольше, семнадцати, конечно. Ну, вот. Но еще нам идти, идти, так сказать, понимаете? Нам, вот. Мы будем из этого все. А мозги прокомпостированы. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас куча предрассудков всяких разных. Предрассудков относительно самих себя, какими мы должны быть. У нас у всех есть какая-то программа, какими мы должны быть. Потому что она дурнее некуда. Все, значит, говорят, что ты хочешь всего? Больше хочу всего семью. Да? Какую? Вот такую секунду. Где видел последний раз такое? Не видел он никогда. А что хочешь? Ну, хочу. Да? Молодой человек говорит. Хочу, что великое сделать? У них величие где-то завалялось. Ну, товарищи, вообще нет никакого величия. Мы входим в негероическую эпоху. Знаете, звезды даже все, ну, вот раньше были звезды. Раньше какая-нибудь. Мэрлин Монгрол, понимаете? Звезда. Почему? Потому что тайна. Потому что про нее никто не знает. Ходит божественная девушка в платье летающем, понимаете? И вокруг увиваются мужики первой категории. Ну, звезда, звезда. Да? А когда узнаешь, наркоманка, там, то, все, пятое-десятое, ну, как-то все. А сейчас про всех все понятно. Папарацци начали век убийство этого, этой истории. Но у нас все равно штамп в башке, что надо куда-то величие. И вот он дальше сделает что-нибудь хорошее. Ну, что незначительное. А ощущения, что чего-то хорошего добился, нет. Не хватает. Почему? Потому что в башке опять идеалистическое, неадекватное представление о том, что должно быть в жизни. И вот мы это все где-то наплодили. Где мы на этих идей нахватались, это вот никому не известно. Но дальше они начинают нас определять. И мы от этого выстраиваем собственную самооценку. Качество, которое мы оцениваем жизнь. И то, что мы от нее ждем. И вместо того, чтобы ею заниматься, мы берем корыто. Оно, значит, имеет травму родовую, разбитое. Значит, садимся и, значит, все, находимся в страдании. И вот это надо нам менять. И это мы пока не готовы. Поэтому вообще то, чем я сейчас занимаюсь, я же пишу, я зачеркнул слово доктор. Вы читали здесь, нет? Красные таблетки. Слово доктор зачеркнуто. Да? Почему? Потому что от доктора ждут, что он будет мягкий такой, милый, пушистый, утеплит, утеплит, утеплит. Вот это все. Они не понимают, что доктор это, во-первых, самая профессия, так сказать, радикальная. Черный юмор в медицинских. Знаете, что такое? Да вот. А военные доктора, к которым я отношусь, они, так сказать, еще и с гусарским, так сказать, оттягом добрые доктора. Вот. Ну, да. Короче говоря, самое главное, это сейчас нам уже начать перекомпостироваться в принципе мировоззрение свое. В принципе. Поэтому я пишу красную таблетку, чтобы все поняли, как мозги работают. Что они работают, что мы на самом деле просто производные этого субстрата. Мы должны этот субстрат изучить. Понимаете? Правильно его дисциплинировать. Поставить в условиях, когда нам будет нормально за тем жить. Мы должны начать пользоваться собственным мышлением, потому что все тупеют просто со страшной силой. Нет, тупость, она просто разрастающаяся. Я, знаете, когда начал в свое время писать, где он, так сказать, очень аккуратно, такие статьи в СНОБе, там где-то, информационная псевдодебильность, там все, пятьдесятые. Мы эти там пришли исследования, там и так далее. Сейчас уже просто. Знаете, как под заголовок книги «Чертоги разума»? Убей в себе идет, не стесняясь, я пишу об этом. Ну вот, потому что уже всем становится очевидно, что мы просто торжественно идем просто в классический идиотизм. Что с кем-то, что не разговариваешь, у них в башке какой-то мусор. Они на чем не могут сосредоточиться. Что-то черное, что происходит и так. Поэтому я часто думаю вот про, что нам надо идеологами, башки собственные. Но есть книжки, которые я писал в свое время, для того, чтобы лечить конкретные психотерапевтические расстройства. Ну, расстройства психотерапевтического профиля. Это называется пограничные психические расстройства. Значит, что у нас есть? У нас есть большая психиатра есть. Это шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, органические расстройства, последствия травмного мозга и так далее. Есть такие реактивные расстройства. Ну, вам что-нибудь сказали неприятное, вы пошли расстраиваться. Тоже расстройство. Но так себе, да? И вот пограничный уровень между вот этим так себе и тяжелыми психическими расстройствами, это то, что раньше в советской психиатрии называлось неврозами. Значит, неврозы бывают разные. Значит, это может быть и вот депрессивное состояние. По сути дела невротическое. Если это не эндогенная депрессия. Да? Значит, страхи. Вот это панические атаки все любят. Любите, нет? Кто любил панические атаки? Они любят, говорят, но есть, да, есть эти, как его, кто-то не проще, так сказать. Вот, да. Значит, это что? Это классический вот просто невроз такой, фобический, понимаете? Внесли туда идею, что я помру. Ну, вот, дальше везде смерть начинает, коса такая, ходит между полок там, и шукаем от нее. Солбанет в сердце, остановится, дышать будет нечем, помру. Все, не помираю, не помираю, но как бы натянет. Вот, да, иронизирую я. Да, и, значит, соответственно, вот один из этих неврозов называется невростыния. Значит, вот все устают. Я устаю, как собака. Ну, мы вонюсь, черт, уже прекращайте все это. Вот, значит, но на самом деле усталость неплохо, потому что у нас же психическая энергия с вами вырабатывается в организме. Вы же все хотите что-то, куда-то лечь и отдыхать, да? Кто хочет, чтобы море, лежать, пальмы вот это все, да? Вам показывают в Инстаграме там все, едет блогер и показывают. Им же даром их туда пускают, чтобы вы все смотрели, как можно в Инстаграме лежать-то. Пальмы-то в Булачков побежал, и все. На шпагат. Да, ну не важно. Да, в общем, короче говоря, все хотят. Но если вас положить под пальму, решить все ваши проблемы, вы что сделаете? Вы сначала убьете соседа по пальме, да? Потом вы начнете говорить пальму, вот, потом у вас случится социальный кризис, понимаете, вы начнете говорить облакание. Все. Почему? Потому что у нас с вами естественным образом вырабатывается психическая энергия, которую мы должны тратить. Вообще усталость хорошее дело. Плохая, дурная усталость. Это когда вы целый день ничего не делали, потому что никак не могли ничего придумывать умного, болтались всякой ерундой занимались. Значит, в этот момент ваш мозг, предоставленный самому себе, что делал? Обмусоливал все ваши межличностные конфликты. Суминал там про друга, про соседа, про друга, про зятя, про свекровую девушку, мучение, тетя. Вы даже не слышали, слышали, там, в целом он с ними разговаривает, вы так отвлекались посуду, там, помыли телевизор, а он там все разговаривает, и вам потом плохо к вечеру, как будто тюки таскали, да? Ничего не делали. Почему? Потому что нужна нагрузка, нужны задачи. Знаете, если вы пошли, там, этот вот, лопатый, снег поубирали, вот, весело, вот, да? Это ужас просто, этот снег. Я застрял на канале Грибоедова, понимаете? На полуджипе, понимаете? Между колеей, какая, что-то творится, не понимаете. Но неважно. В общем, короче говоря, если бы были заняты делом, да, например, каждый своим, в частности, снегом, всем было бы хорошо, во-вторых, психическая энергия тратилась бы на дело. У нас она тратится на муч. И дальше мы-то понимаем, что как-то муч. И дальше мы что делаем? У нас аддикция. Я только еще здесь про это в книжке не пишу, потому что, что в 2003 году мы знали про цифровую зависимость. У вас был телефон Nokia, вы гордились этим? Там, помните смс-ку набирать? Дым-дым-дым-дым-дым, ой, стираем. Да? Помните, нет? А в интернет выйти? В интернет. Сердечный приступ. Это все, телефоны в квартире выключаются, сидим, ждем на линии, и он так, модем, там, жм-жм-жм-жм, как этот, как его? Динамо. Мопед. Мопед. Надо быть. Вот, да. Значит, ничего-то они не знали про цифровую зависимость. А сейчас аддикция. Сейчас, как только вы чувствуете, что что-то пошло не так, что вы делаете? Достаете телефончик, и, значит, что-нибудь куда-нибудь там углубляетесь, там очень масса важных вещей вообще. Понимаете, в мире столько всего происходит. Понимаете, дождь идет, снег, солнце, люди ходят, люди выходят, делают глупости, делают чуть-чуть не глупости, много новостей. На самом деле, конечно, никаких новостей нету, и если вы сделаете так, вырезку, вот, 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 вас так взять, вы смотрите новости, новости смотрите, там очень обильная картина, все, всякие политические события, там все, потом вас так раз на два года выключить, ну, типа, вы случайно где-то потерялись в туннеле времени, и потом таки выходите, и вам это уже новостную ленту. Думаете, разницу почувствуете какую-то? нет, не будет, но все ищут новости, что-то важное, может, кто-то бьюти-блогер выложил какую-то новую помаденку, понимаете, да, или что-то, спортивный блогер, сейчас какое-то упражнение, да, и прямо, он так делает, и у вас кубики прямо нарастают, прямо вытачиваются отсюда, секретная формула, да, все ждут глупости, чудо, ничего не будет, вот, да, но я не про это вам рассказывал, ну вот, я вам рассказываю, да, что у нас сейчас, мы даже собственное переутомление не чувствуем, сбегаем, сбегаем, вместо дела, нету дела, нету целенаправленности, нету целенаправленности, нету расходования энергии, нету расходования энергии, она что, заблудится внутри вас, и вас же там внутри бабахнет. Вы от нее никуда не бегаете. Это как кегельбан, понимаете, который привязан к вам на веревке. Куда ни бежите, он все равно догонит и бахнет. Вот. Поэтому задача для психической энергии вашей, для вашей активности, находить задачи. Биться, так сказать, на фронтах. А что же такое переутомление? Я сейчас говорю, что хорошо утомляться. Значит, есть медицинское определение переутомления. Как болезни, и потом уже как неврастения. Значит, если вы не можете отдохнуть за привычное время, то это является переутомлением. На простом примере. Вот вы работаете на работе, у вас там пятидневная рабочая неделя, предполагается два выходных. Если вы после двух выходных восстанавливаетесь, вы устали, но не переутомились. В течение года мы работаем, там 11 с лишним месяцев, потом нам дают там три недели отпуска. Ну, кому дают, кому не дают, кому не дают, кому не дают. Где? Ну вот, кто вообще не работает. Вот, да, значит, и дают это. И если вы за три недели отдохнули, и смогли вернуться, и потом еще год прошарашить, вы просто нормально устаете. Будьте готовы к тому, что вы должны нормально уставать. Это хорошо. Если вы устаете ненормально, то есть вот у вас некуда себя деть, это просто вы не потратили должным образом свою собственную психическую энергию. Ищите для нее задачи. Значит, переутомление. Если вы переутомились, что нужно делать? Нет, надо отдыхать. Надо увеличить время, которое вам необходимо для восстановления. Это, мы же с вами не резиновые. В конце концов, может быть, что мы так переутомимся, что нужно не два выходных, а три. Да? Экстренные недели, как сказать, выхода на отдых. Это называется профилактика. Заниматься, понимание о том, что в вашей жизни происходит, какие нагрузки вы переносите и так далее. Сейчас я приду к катастрофе. Это я вам пока по врачам вам все рассказываю. Значит, есть ограниченное количество людей, которые страдают тяжелым расстройством, связанным с всякими разными вирусами и аутоиммунными реакциями, эти Штейны, Барри и прочие вот это. Вот это новое зло. Есть люди, которые действительно испытывают тяжелое состояние хронической усталости, потому что их иммунная система вдалена вот этими чертовыми вирусами. Мы же начали, мы же такие героические, мы же все время говорим, что мы что-нибудь умное придумаем, дальше хорошо будет. Мы придумали, как бороться с бактериями. Молодцы. Все, бактерии больше никто не боится. Выгрузили вирусы. И мы не знаем, что с ними делать. Но мы так знаем. И это не лечится. То есть, если у вас там всякие разные расстройства, вам врачи говорят, что это вот ваше хроническое утомление связано с вот этим вот аутоиммунным процессом, с вот этими всякими шейными барами и прочими вот этими вещами, с этим надо просто адаптироваться жить. К счастью, таких из усталых процентов 1-2. Дальше у нас начинаются усталые, про которых, собственно говоря, я пишу в книге. Я пишу здесь про людей, которые сами себя загнали в усталость. Понимаете? Это не то, что вы делаете какую-то работу и устали. А вы намеренно осуществляете злокачественную деятельность. Вы крутите внутри головы огромное количество самых разных психологических проблем. Вы можете, что? Вы рассорились с кем-то. Значит, вам кажется, что у вас что-то талия никуда поехала. И вы же можете по этому поводу находиться в бесконечном переживании. Вы можете на работе, значит, что начальник у вас. Ну, начальник считает вас придурком. Вы считаете его идиотом. Ну, вот. И у вас такие, как бы, высокие отношения на начальстве подчиненной. И вы эти крутите в голове. Так бывает. Дяжете спать. Подушечку так почувствуете. И вдруг начальник такой приходит и говорит. Освал, что все-таки. И вы вскочили, думаете сам. И бьетесь там по квартире. Это все в кровати сборуду. В Баламутеле. Ужднем к четырем утра. И празднем все убитые. Значит, у нас в голове есть. И Иван Петрович Павлов называл это больными пунктами. Мы никогда с вами не знали, что такое больные пункты. Потому что это была абстракция. Вообще, Иван Петрович, как Алексей Алексеевич, и выгодские, про которые я вам рассказывал, люди высочайшей, высочайшей вот интуиции психологической. Сейчас мы знаем, что такое больные пункты. Мы узнали это, знаете, когда? В 2001 году. Я про это рассказываю в чертогах разума. Значит, когда Маркус Рейчун открыл, что у нас с вами в голове есть так называемая дефолт-система мозга, в которой есть как бы места для продумывания беды. Значит, вот любые люди, с которыми вы взаимодействуете, это беда. Вы понимаете, да? Они от вас что-то хотят. Да? Вы им что-то должны. Вы от них что-то хотите, они вам не дают. Значит, дальше еще они еще все скоординируются в какие-то, значит, ну, сговорились, знаем, против меня-то. Все. И дальше. Родители против детей, дети против родителей, начальники против подчиненных, врачи против пациентов, полицейские против граждан, граждане против полицейских. Где еще мы нашли? Вот все, вот где не возьмете, у вас там есть, и у нас в мозгу, представляете, есть специальная зона, где мы должны прокручивать внутри башки и вот эти наши мучительные отношения с другими людьми. Она называется дефолт-система мозга. И мы теперь знаем нейрофизиологическую причину. Иван Петрович просто сказал, посмотрите, говорит, смотрите, как неврастыню вызвать у собачки. Он же собачки любил. По-своему. Надо ее постоянно, что-нибудь так вот, чтобы она только захочет, что-нибудь как-то, чтобы у нее было, а в ее, оп, а она куда-нибудь в другое место, а в ее там, оп, и вот она, когда начнешь, что везде, оп, у нее начнется истощение. Она будет переутовленная, неврастеничная собаченция. Вы что скажете? Она бьется, писается под себя, понимаете? И говорит, что больше жить не хочет. Вот. И мы с вами очень напоминаем такую собаченцию. Где у вас в жизни место, кроме телефона? Куда вы приходите, и там, понимаете, вас... Ой, все, и плюти, и плюти. Много у вас мест таких? Кроме туалета, да? Ванной. Где вы забираетесь от людей? Мне интересно просто, у кого в туалете сидит человек, который будет и путь из вас. Ну, хоть вы, хоть там вы понимаете, что нигде нет. Вот. И проблема состоит в том, что мы нигде не чувствуем для себя никакого не исполнить. Нам никто нигде не гарантирует ощущение этой защищенности. Нам каждое место, у нас что-то с ним не так. Вы приходите в квартиру, ожидаете скандала, приходите на работу, ожидаете нагрузки. Садитесь в троллейбург, думаете, у вас сейчас место отберут. Ну, я не знаю, что там говорит. Да? Прищемить, отломит, украдутся. Да? Вы вот как-то собака. Ну, пока не писаемся, но, как бы сказать, уже все, как бы сказать, остальные характеристики есть. Вот. И мы вот это все прокручиваем. И нам не хватает просто нашего мозгового ресурса, потому что мозги – дико ограниченная штука. Это вам, Татьяна Владимировна, расскажет потом, что у мозгов есть какая-то невероятная мощность. Да, вот. Вот. Я, глядя, я психиатр, вот, на все смотрю, как это, без романтики. Вот. Мозги у нас отвратительные. Дважды-два считаем плохо. Вот. Даже, вот знаете, вот это вот сейчас, сейчас, Нобелевский луряд, какой-нибудь скажет, глупость. Ну, есть такой Уотсон, если вы знаете, он великий. Он придумал, вместе с Криковой, они придумали, что спираль ДНК завернута, и таким образом нуклеотиды сложились, и стало понятно вообще, как это все работает. Два пацана были тогда. Придумали это, гениальнее все. Да? Дали Нобелевскую премию, сейчас у меня автограф есть, и Уотсон, и Крико, все. Я все собираю. Вот. Уотсон просто, он душка, он очень блестный. Ну, он говорит, например, а, говорит, чернокожие, они идиоты, они АКЮ-тест не проходят. Ну, его выгнали сейчас со всех кафедр и лишили почетных званий, если вы не в курсе Нобелевского луряда. Да? Ему Алишер Бурханович медаль вернул, он ее продал, Нобелевскую свою медаль продал за триллиона, а потом она походила, и ее снова на СОДБИС выложили, Алишер Бурханович Усманов купил ее, мегафон наш. И подарил ему. Вот. Ну, что, и он теперь может еще пару раз, я думаю, продать, и все, наконец, жизнь-то Уотсон наладится. Это бизнес очень. Да. Ну, он уже, на самом деле, да, 92 года, он в доме престарелых. Но это я вам к чему говорю? То, что он может хорошо сообразить по ДНК, не факт, что он что-то еще может хорошее сообразить. Ограниченные мозги, даже у самых лучших людей, они такие глупости делают, что страшно представить себе, понимаете? А что говорить, что если не... Многие из вас тут ДНК открыли. Я не претендую, например, понимаете? Вот. Так что как-то хочется стоять скромно, и понимать ограниченность мозга. Ограниченность нашего интеллектуального Иисуса невероятная. Понимаете? Я вам сейчас попрошу два действия одновременно делать. Вы тут опозоритесь на всех на глазах у публики. Вот. Да. Поэтому мозги ограниченные имеют ресурсы. А когда у вас куча зон, в которых вы чувствуете себя неспокойно, когда для вас стрессом является дом, работа, транспорт, я не знаю, любое действие, которое совершаете, любые отношения, с которыми происходит, ваш мозг этой дефолт-системы начинает бесконечно крутить центры боли. Просто разбирая психическую энергию. Она вам нужна для того, чтобы в каждом конкретном вопросе разобраться, его разрешить. Да? В чертогах разума я рассказываю, как с детонственной жвачкой бороться. Там есть упражнения. Вот. Но вы не можете, потому что у вас все силы растрачиваются просто на поддержание проблем, на плаву. Они не тонут. Вот. Знаете, почему? Потому что вы постоянно к ним возвращаетесь и их запрашиваете. Постоянно. Понимаете? Вот. И дальше они все время висят у вас. Общий фон от этого у вас какой? Никакой. Значит, малейшие силы, которые у вас появляются, вводят вас в панику. Вы хватаете телефон и смотрите, что тоже важные сообщения, какие пришли. и это замкнутый порученный круг. И вот, собственно говоря, книжка «Как избавиться от переутопления» это набор последовательных шагов, как сконденсировать психическую энергию, которая у вас есть, как распределить центры боли таким образом, чтобы последовательно могли их, как бы сказать, произвести по эшелонам. Я не знаю, по-моему, в этой книжке рассказываю. Знаете, как военные врачи выступают? Фронт, война. И приезжает эшелон. Раненый. Ты один. Такой, бравый, со скальпелем. И их сто человек. Одного ногу оторвало другому, в голову балдобанул и так далее. И ты такой стоишь. Что делать? Их надо отсортировать. Первое, что вы должны сделать, это понять, что есть пациенты, которым вы не поможете. Если вы сейчас начнете им помогать, просто другие вы не помрут. И поэтому вы должны просто создать условия для того, чтобы они спокойно умирали. Потому что у них других нет шансов. Есть те, которые, в принципе, могут сами себя вылечить, если вы им дадите соответствующие бинтери, пролостериатом и так далее. И друг друга накрутят на мерзи, это еще поживут. Есть те, которые могут обождать. А есть те, которые, если вы сейчас им не поможете, они перейдут в группу вот этих, которых я первых сказал, которые уже собрались и только над их морфием, так сказать, поддержать, чтобы уход был комфортный. Сортировка проблем. Вы давно сортировали в проблеме с нами? Нет. У вас какую встретите, она для вас самая важная и ужасная, понимаете? Потом вы отбежали, и в следующем вы общались. В следующем видели, в ужасе, и побежали, и далее вы бегаете. А сортировка? Эшелон же их. Вы же себе эшелон заказали в проблеме. Мы же уговорились уже, что ни в каком месте счастья вам не ждут, никто вас не хочет, муси-пуси не рассказывает. Вот. Поэтому, собственно говоря, книги, последовательный набор шагов, как собрать энергию, разобрать проблемы, да, нейрофизиологические упражнения, которые позволят восстановить, так сказать, последовательность вот нейрофизиологических комплексов для того, чтобы вы функционально сами себя ощущали эффективно. Вот. И дальше последовательно каждую из этих проблем можно ее отделив с ней что-то сделать. Вот. Потому что в противном случае если вы пытаетесь сразу, знаете, вот я сейчас вспомнил, раньше так было, я когда был психотерапевтом популярнее, мне любили звонить журналисты и говорить. Я говорю, я не даю телефонное интервью. ну словом, что он может по телефону сказать? Глупость же то умного не скажешь, он же сразу сломанный становится, вы понимаете. Они звонят, говорят, а мы говорят, у нас маленький вопрос. Я говорю, да ладно, они говорят, ну вообще, каратенечка, нам буквально пару слов. Я говорю, ну давайте. как избавиться от стресса? Ну пару слов. Я все время говорил, если бы я знал эти пару слов, то я бы давно был Нобелевским лурятом, а эти два слова знали бы все. Вот. Да, и у нас вот это ощущение, что мы хотим сразу все решить, все в своей жизни наладить, чтобы завтра было хорошо, случилось чудо. То есть вот во всякую задницу своей жизни мы залезаем торжественно на протяжении десятилетий, строим туда мосты, акведуки, прокладываем, так сказать, рельсы, шпалы, шпалы, мы это все делаем годами, а потом говорим, а можно завтра, чтобы я проснулся и все. И такой, рай на земле и все. Будет? Нет. И вот это последовательный шагов, но если вы знаете дополнительный психологический инструментарий, позволяет вам эту последовательность добиться того, что она даст результаты. Вот. Поэтому чудес не обещаю. Жалко. Знаете, вообще, если бы обещал чудеса, было бы проще. Да, вы даже бы поверили, и первые три метра побежали, и можно было бы в этом нет скрыться, пока вы находитесь в восторге. я, к сожалению, не могу хорошего сказать. Но я могу сказать, что если вы идентифицируете действительную проблематику, если вы идентифицируете реальную проблему, с которой вы имеете дело, есть всегда это следствие решения. А если она не решается, значит, вам эта проблема зачем-то нужна. Поэтому инструменты есть, вы счастливыми не будете, но можете чувствовать себя хорошо, и если этого не происходит, не ищите виноватых. Подойдите к зеркалу, он будет внимательно смотреть на вас без него. Ну что, оптимистично? Давайте задаем вопросы. мы переходим ко второй части нашей встречи, это вопросы собственно говоря от гостей, которые сегодня находятся. Здесь сразу скажу, сразу предупреждаю, уважаемые гости, не успеем все вопросы наверняка задать по времени, мы в общем-то ограничены, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, если кто-то не успел. Я думаю, что Андрей одержит, что-то расскажет, как можно вопросы задать уже, наверное, по-другому. Мне кажется, я на все уже ответил. Ну вот, просто у меня слишком большая картотепка, и пока найдешь могут сложности, но в целом сложно давно изобрести. Прошу вам слово. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Владимирович, у меня, скажем так, всеврозимый вопрос. Самокритично? Да. Это мы уважаем. Скажем так, очень часто в своих городах вы оперировались к такому понятию, как интеллектуально объекты и дефолт системы мозга. Ну, по крайней мере, из чем получива определения, вот этой противно-интуитивно понятной вещи, как интеллектуально объекты, я вот ее нету, потому что надо читать, книжка называется «Мышление и системное исследование». Значит, там объясняется, что такое эти понятия, эти концепты. Эти концепты являются инвариантами. Все, что вы имеете, с чем вы имеете дело внутри своего психического пространства, все является интеллектуальными объектами. Вот вы меня сейчас видите, как образ, у меня есть голова, галстук, очки, вот, и я человек, ну, я надеюсь, ваше восприятие. Ну вот, но это же ваши работы, созданные зрительной корой вашей, да, на самом деле, вполне возможно, меня здесь нету, и вы просто галлюцинируете. Да, ну, это и бывает с людьми, особенно, если они сожжут что-нибудь неправильное, ну вот, возникают те самые истинные галлюцинации. Вы не можете отличить объект, который стоит перед вами, от, ну, начинают появляться всякие, несуществующие вещи. Да, значит, любой зрительный образ это интеллектуальный объект. Любая мысль, которая предполагает собой соединение определенных количеств нервных клеток, то, что мысль, вы что думаете, мысль вы думаете? Вы думаете, что вы что-то подумали, да? А там просто электричество бегает. Причем электрохимическое электричество бегает по определенной конфигурации нервных клеток. Потом вам кто-то что-то сказал, у вас активизировались другие нервные клетки, и они с этими так раз, и вы вдруг стали думать другую мысль. Ну, ваша мысль изменилась, а она не изменилась, просто то, что бегало, подключило еще вот это, и дальше оно стало бегать вот так вот, и вы слышите эту мысль по-другому. Лавливайте. Там вы не делаете никакой. И вот это вот агрегация нервных клеток, что будет? Интеллектуальный объект. Когда вам что-то сказали, будет интеллектуальный объект. Когда они соединятся, будет следующий интеллектуальный объект. Это инварианты, которые позволяют вам найти способ таким образом говорить о психической деятельности, чтобы вы имели неискаженной лингвистической картины реальность. потому что обычно как говорят? Значит, говорят, значит, вы все рассказываете про мышление, а скажите мне, пожалуйста, что такое чувства и эмоции. Я что за это могу сказать? Дураки придумали эти слова, потому что нету в мозгу ни чувств, ни эмоций. Он просто есть некое состояние, которое мы для себя называем чувствами и эмоциями. А того, что мы что-то для себя как-то назвали, оно феноменологическую сущность не обрело. И поэтому если мы хотим описать всю психическую деятельность, то вся психическая деятельность будет созданием интеллектуальных объектов. Да, субъективно вы можете воспринимать это как мысль, это как ощущение, это как чувство, но если вы собираетесь методологически корректно разбирать всю эту конструкцию и не оказаться в языковых играх, вам нужен язык, который будет инвариантен в той среде, в которой вы пытаетесь моделировать, потому что мышление, что такое, моделирование того аспекта реальности, который вы пытаетесь для себя как-то сделать представленным. Вот. И поэтому определений нету, определений, у инвариантов нету определений. Они определяются друг через друга. Когда вы говорите, что мышление это создание сложных интеллектуальных объектов, дальше вы говорите, что сложные интеллектуальные объекты это и есть результат мышления, вы замыкаете это определение и дальше вы можете его, дальше вы встретите эмоции, чувства, вы скажете, нету такого. Вы скажете, есть мышление. Но есть мышление, например, целенаправленное, когда вы осуществляете какую-то деятельность, потому что вы нашли способ заставить свой мозг думать то, что вам нужно. Или вы являетесь просто свидетелем хаотической, это мы обычно все с вами так являемся, хаотичной деятельностью, которую наш мозг несет. Вы же понимаете, что вас несет по волнам вашей памяти. Или вы что думаете, вы часто думали целенаправленно? Если сейчас, это я, это как вы, не экстремизм, если я сейчас закричу пожар, значит, у вас начнется интеллектуальная деятельность. Вы так взбодритесь и сразу будете думать, где тут выход, кто кому чего, вот это вот. Да? И это будет целенаправленная деятельность. А так вот вы сейчас сидите, слушайте меня, тут послушали, тут подумали, тут послушали, тут все это, 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 забавно. Это вы что думаете, интеллектуальная работа произошла? Не обольщайтесь. Вот. Поэтому нету у них определений, но вся, все, весь новый язык содержательный, методологии мышления изложен, и там все слова друг через друга определены. Спасибо. Спасибо большое. Вот здесь рука поднималась. вижу. Там надо кнопочку нажать на него. Закричала машина. Андрей Владимирович, добрый. Хотел бы вас возгодить от лица одного анонимного художника, который, это все равно у вас есть. О, я понял, неожиданно. Я мозг. Да, это картинка для вас. Спасибо большое. Аллюзии, это же аллюзии к этим, тут у нас компания Яндекс, у нас здесь компания Гугл, видите, не Гугл, а как ее. это красный таблетчик. Это как он называется с яблоком-то? Apple, да, вот информационный, они нас захватят сейчас, четвертый мировой читали, Яндекс, к вам придет Алиса и скажет, Алиса, я, она же сейчас с вами общается, как бы, у вас что-то спрашивают, да, но задача какая стоит там? Вот все, и доктор зачеркнули, что-то они не нравятся. Вот, да, в четвертый мировой, я что объясняю, что сейчас, когда вы общаетесь с искусственным интеллектом, вы ему сдаете про себя данные. Вот вы все время, вы думаете, что вы у них спросили у Яндекса, например, что-нибудь, ну там, я не знаю, куда вам ехать, или какие книжки Курбатов написал. Вам кажется, что вы у него спрашиваете? Нет. Это он вас спрашивает. Он спрашивает вас про ваши интересы, про ваши ценности, про то, что, что вам не движет и так далее. Он агрегирует эту информацию? Ну, пока хреново, они не умеют, но скоро научатся. И, на самом деле, они будут знать вас лучше, чем вы сами себя знаете. И после этого Алиса будет не спрашивать. А теперь повернул. А теперь ложись, а теперь встань. Вот, на. Так, как бы сказать, драматически, согласитесь, картина. Классная картина, спасибо. Так? Нет, она должна стоять, красиво, ну шоу? Будет держаться. Так, продолжаем. Микрофончик, я передал, передать, пожалуйста, что-то, девочки. Сказано, затолкать бумажку в деревяшку. Погналите, пожалуйста, уторвите вас, 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 пока стоп, где оттуда? Видите, я же говорю, плохой мозг, он все не держит. Да страшно. Раз, два, три, и все. Пять. Да, вы уже забыли тех двух. Лиц половины не греха. Они стоят их толпеть. Я по рукам. Прошу. А вы попробуйте что-нибудь нажать. Что вы сделали? Здравствуйте. заработайте. Андрей Владимирович, а я хотела вернуться к презентации книги и хотела спросить. У меня есть книжка «Следство Акут Павлов». Это реально новая. То есть мне нужно старую перечитать. Можно купить? Можете перечитать старую? Конечно. Да. Значит, в новой книге, значит, сейчас, значит, вот из всех этих вот, которые есть, значит, это все переиздание, потому что с этих пор нейрофизиология мозга не изменилась. Ну вот. Неврастения другой не стала. Ну вот. Методики, которые мы ее лечим, тоже, к сожалению, пока нет новых. Значит, возможно, скоро будут, ну, скоро лет через 15, будут методики, связанные с тем, что мы, наконец, поймем химию мозга и сможем, там же у нас мозг, это фабрика по производству молекул. Каждая клетка генерит молекулы, и эти молекулы влияют на другие клетки, те, кто начинает другие молекулы производить, и можно рассмотреть мозг, как нейроны, связанные с друг другом, и говорить нервный центр, агрегация нейронов, электрохимическое напряжение и так далее. А можно рассмотреть так. Химические вещества вот здесь пошли, вот эти, они, значит, привели к тому, что вот это, стали вырабатываться здесь, они сюда привели, ставят, и вы можете разрабатывать это исключительно на химии мозга. И дальше, если у вас возможность, что вы сможете, вы можете, значит, химическими веществами точечно влиять на изменение мыслей, на изменение поведения, значит, на изменение активности, состояния активности нервных клеток, вот, и если у вас переутопление, вы, может, прикиснет он на что-нибудь, вот, и оно у вас уйдет лет через 15, если мы доживем, да, и будем в числе тех, кому это было продавать. Тут есть масса нюансов, вы понимаете, жизнь, все становится все более и более загадочной. Вот, поэтому книга та же. Значит, сейчас выйдет, книга называется «Счастливый ребенок». Значит, вот «Счастливый ребенок» я посчитал необходимым дописать, и в «Счастливом ребенке» выйдут, там есть главы отдельные, где я рассказываю, как бы, нейрофизиологию мозга ребенка, и каким образом родитель должен взаимодействовать с ребенком и его мозгом, для того, чтобы все было, как бы, максимально хорошо, с учетом тех фаз, которые ребенок проходит в процессе его формирования. Да, но я написал туда про цифровую слабоумие, вот, я написал туда про гаджетозависимость, про то, почему это все бредно, как с этим, чего делать, каким образом устроить там и так далее, поэтому из старых книжек, которые вот доктор Курбатов написал, почивший, там был такой, он такой, у него был длинный волос такие, да, вот, вот такое было, утипути, это все, смотрел в глаза пронзительные, да, все, умер, вот, да, книги остались и я дописал, вот, счастливый ребенок, а вот здесь вот то, что касается законов мозга, быть эгоистом, самые дорогие люди, или вот, убить иллюзия здесь называется, вот, это книги, которые являются, по сути дела, как бы, объяснением с точки зрения отечественной нейрофизиологии, самой великой нейрофизиологии в мире, классической, основной, да, вот, фактически того, что мы сейчас имеем, в современной нейрофизиологии, потому что, если вы возьмете Павла Баук-Томского, Выгодского, они все сказали, что сейчас таким помпой, значит, открывается, вот, и, да, и здесь вот объясняются, соответственно, все эти, эти механики, объясняются, какие у нас есть с вами, поскольку мы принадлежим одной культуре, то у нас с вами формируются одни и те же, например, помните, я начал говорить, что у нас у всех в голове неизвестно откуда, куча бредовых идей, значит, я эти идеи в иллюзиях, в книжке «Убить и люди» систематизировал, показал, вот, и дал правило, что делать, когда в следующий раз, вы, это, идиотеек, у вас начнёт, у вас сразу есть антидот, бах-бах-бах-бах-бах, вот, да, поэтому, и с этими ничего невозможно их переписать, да, поэтому я пишу новые, хочу я рассказываю, какой-то вопрос был, а передача, пожалуйста, микрофончик, полный человек, он уже очень давно руку держит, главное, что пора так не осталось, что вы говорите, все говорят, голос у меня какой-то неподражаемый, вы можете по нему идентифицируйте, вот, не мажут уже, все работает, вот, все еще, мы этим, и как, Оля Лукуя, дин-дин-дин, зонтик открыл, покрутил, и спи, хорошо, так, Андрей Владимирович, вопрос следующий, значит, за вашу, более чем, 25-летнюю карьеру, исследовали ли вы, проблему, анонимизма, у, у молодых людей, и, можно ли у вас где-то насчет этого почитать? книжка называется, она называется «Тайна Адама и Евы» в авторском, что? Наука секса. А сейчас вот она, уже пиздали, нет, уже сейчас будет, в феврале будет, называется «Наука сексе», значит, та, эта книга, я, ну-ка, по одному из своих, как бы, специализаций, являюсь, сексологом, я даже был, вот, писал программу аккредитации сексологической службы в Санкт-Петербурге, так она, программа есть, службы нету, вот, да, поэтому, да, и там я построил всю книжку «Наука сексе», последовательно, как бы, сказать, вы, как приходите к сексологу, он начинает вас допрашивать, ну, аккуратно, мягко, нежно, тема деликатная, но задает вопрос не просто так, он прицельно пытается выявить какие-то вещи, которые, возможно, являются, ну, и проблемами, или механикой создания соответствующих проблем, вот, и там, значит, об этом рассказывается, сам по себе, анонизм, конечно, проблемой не является, значит, дальше бывает просто несколько, всякие разные такие варианты, я сейчас не буду все детализировать, чтобы, как бы, сказать, ну, вот, не, ну, вот, но сейчас это вообще серьезная проблема, понимаете, в чем дело, значит, и у Зимбардо целый набор, Зимбардо, нет, кто, 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 да, Зимбардо, вот, он прямо по этому целую книжку сейчас написал, и много исследований проводится, значит, видите, такая распространенность порнографии, и такая ее доступность, ну, вот, привела к тому, что сильно меняются, во-первых, ожидания, ну, то есть, молодые люди, которые с самого раннего возраста, так сказать, привыкают к плоским двумерным изображениям, которые в этот момент характерно кричат, двигаются, и прочее, и прочее, ну, вот, дальше у них формируется, как бы сказать, такая нейронная дуга, условно говоря, когда это вызывает сексуальное возбуждение, а поскольку это все игра на камеру, и вообще в целом, такая, как бы сказать, кино, вот, вы же, как кино смотрите, вы же понимаете, что там в целом убили не по-настоящему людей, и зомби ходят в ней тоже неживые, хотя очень драматические, вот, да, а мозг не понимает, он туповатый, и когда вы смотрите фильмы ужасов, вы можете бояться и закрывать глаза, да, вот, вы же знаете, что вы кино смотрите, и когда там сейчас кому-то отрезают руку, значит, там, ни одно животное не пострадало, да, вот, но вы же в ужасе, потому что мозг, он туповатое существо в этом смысле, значит, он увидел врезанную руку, и давай орать, вот, значит, дальше то же самое происходит, и вот с зависимостью от, вот этих порнографических образов, которые, с которыми возникает, как бы сказать, такая связь, что только они вызывают у мужчины возбуждение, вот, и в результате нормальные сексуальные отношения, становятся невозможны, но вот, после этого, в отличие от нормальческих отношений, порнография все время доступна, вот, и действительно, если вы такие расстройства сейчас, когда мужчины, как бы, ну, просто очень много времени, силы, и, как бы сказать, жизни своей затрачивают на деятельность, которая, в общем, их истощает, ну, вот, не радует, вот, потом, а нормальность, в своей жизни не строится, вот, все это дальше будет развиваться только хуже, я про это написал в четвертой вировой войне, я написал там про то, как будет сексуальная жизнь устроена, вот, потому что, судя по всему, судя по всему, сексуальная жизнь будет сильно меняться, вот, и сейчас уже есть очень такие функциональные прототипы, когда можно будет любым, сейчас же понимаете, как исходит из конструкции, вот, исходит из конструкции, что это нужно, например, людям, у которых совсем плохо с сексуальной жизнью, почему-то там, я не знаю, они больные, хромые, косые, вот, и давайте им сделаем так, чтобы им стало хорошо, и идея-то хорошая, но индустрия сразу берет это на вооружение, и использует это для здоровых людей, вот, и сейчас уже есть термин, называется цифросексуалы, это медицинский диагноз, это значит конструкция, при которой люди способны получать сексуальное возбуждение и сексуальное удовлетворение, только при условии, что это имеет с какими-то, как бы сказать, технологическими примочками, вот, вот, сейчас вот это, партнографию снимают в 3, в 3, не в 3, в 3D, а, как это, очки вы одеваете? VR, вот, все, да, и все, живенько там, все развивается, вот, черт знает что, поэтому, да, но книжка называется «Наука о сексе». Спасибо большое. Можно микрофончик, а, вот там, да, я обещал, могу человеку тоже микрофон передать, там была рука, легко. Но в самом анонизме проблемы нету, это если кто-то думает, что шерсть растет, и там что-то, сухание позвоночника, это уже не подтвердившееся исследование. Исследование. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я немножко пригласил, я приехал в Корею, я только что, не слышал, о чем сегодня пенсировали, и вопрос. А я обычно одно и то же всегда говорю, поэтому вы ничего не потеряли. Выслушал, наверное, все ваши лекции в YouTube, тем более, спасибо вам, спасибо, что вы делаете. Одновременно, наверное, в четвертый мировой я ушел в партизан, живу в деревне, занимаюсь никаких телосетей, уже много лет. А как же? А YouTube-чик-то пробрался? А YouTube-чик-то не такой, на сетах записывается. Так, давайте. я укладываю наши все векции о клинике, там уже люди тоже разбирались, умеют, я уже суперпатажили, так классифицировали, как на какие-то аспекты, особенно, есть вот четыре основных аспекта, это уголки интеллекта в чистом виде, окамка, отношение к самому себе, ума, третий аспект мана, это палец, вот об этом все, мы все хорошо расслабываемся. Мы видим четвертый аспект, чисто, или это состояние, то, где я называю, самархи, просветление, что-то стало, глубокая гидритация, мы как-то с вами практика. Значит, ну, давайте здесь разделим, да, когда мы говорим про, как сказать, пробуждение, да, про нирвану, про вот это вот состояние, значит, здесь можно разделить на две вещи. Значит, вот есть такая идеологическая составляющая, как бодхисаттва рождается, да, когда он в эту нирвану уходит, так сказать, смысл бытия через себя познает, и дальше начинает нести светлое доброе в мир. Ну, такая идея. Да, значит, я вам рассказываю, что есть вот идеологическая составляющая, нам рассказывают сказки про таких святых, ну, вот, их толком никто не видел нигде, ну, вот, и если вы с ними, даже, кто ими был, потом вы с ними взаимодействует, то выясните, что они нормальные люди, ну, вот, просто, как бы, ну, не дураки, например, или еще что-то хорошее тоже. Вот, значит, поэтому, с точки зрения, вот такое, что мы способны прервать круг перерождения, смерти, как бы сказать, обрести какое-то насуществование в мире, решенном кругу сансары, и так далее, и так далее, но это, это литература, сказка, вот, значит, но вы с абсолютно правы, что действительно различные медитативные техники могут приводить мозг в состояние, когда он будет, ну, в более лучшем состоянии, находиться, чем он находится всегда. даже в книге «Как избавиться от переутомления», там есть ряд психотерапевтических механик, аналоги которых могут быть найдены в соответствующих егических практиках или, в общем, ну, какой-то восточной такой психогигиени. Вот, поэтому наш мозг это, как бы сказать, настраиваемый орган, и если вы совершаете с ним какие-то действия, например, регулярно помещаете его в определенное состояние, которое можно назвать медитацией, можно назвать концентрацией, можно назвать аутотренингом, можно назвать еще чем-то, вот, то у него формируются соответствующие механики системы взаимодействия, там, способы контроля побуждений собственных и так далее. и, ну, действительно, свой мозг можно натренировать, понимаете, вот, вот, ездят на болидах, это ужас, они там гоняются, видели вы болиды, я изнутри, вот, если представить, они едут, у них, у них нету инстинкта самосохранения, у них дефект голова, вот, они едут, вот это все, значит, и вот он находится в медитации, он находится в таком выраженном состоянии концентрации, да, вот, реакции, которые он совершает несознательные, потому что просто у него нет скорости реагирования, и я вам должен сказать, что такой человек на этом болиде находится в специфической болидной медитации, вот, и если мы ее замерим, то она будет иметь какие-то паттерны, идентичны любому йогу, сидящему где-нибудь в соответствующих святых местах, ну вот, если вы возьмете шахматиста, который, как бы, грайсмейстера, который знает, что дальше будет происходить на доске, а у них есть такая способность знать, что дальше будет происходить, ну вот, они не просчитывают этот мат в пять ходов, они его видят, потому что их мозг натренирован, значит, всей вот этой вот предварительной невероятной практикой к тому, чтобы видеть то, чего еще нету, ну вот, видеть эту специфическую, специфическое решение этой шахматной задачи, вот, и это тоже будет медитация, вот, ну, то есть, мы увидим паттерны, там не будет религиозного содержания, ну вот, но там будут вот такие специфические паттерны натренированного мозга входить в состояние, когда он способен совершать что-то, что нам в обычном состоянии кажется безумием, невозможным и так далее, ну вот, поэтому, но это большая тренировка, шахматист не концентрация, шахматист не концентрация, а какая концентрация шахматиста, но это нейрофизиологически то другой процесс, другие нейроны системы я искал в самадхи я как в религиозную конструкцию я верить не могу, потому что это просто ну-ка такой способ интерпретации неких психологических явлений, которые мы можем идентифицировать просто в ядерно-магнитном резонансе, положить, понимаете, человека. Я не пробовал, но таких исследований очень много. У вас же третий облез. Я живу в квартире с человеком, в кровати нет? А вы наверное не живете? Не нажимайте и все будет хорошо. Вот так. Вот так. Супер. Я живу в квартире с человеком, который помоленен. на мой взгляд он просто переживает кто-то ставит или утомлений. Что делать? Как себя вести? Мы вместе пьем чай, и я все это слушаю. Как себя вести, как не навредить и тогда я прочитаю эту книгу, чтобы не после этого не буду ли я умничать. умничать не можете? Ну вот, ну там. Стоит ли купить путевку на три недели и отправить его на город? Значит, это может быть... Да, значит, если... значит, вот вы поймите, значит, очень опасно заниматься самолечением и ставить диагнозы. То есть, вполне возможно, что человек, про которого вы говорите, находится в тяжелейшей депрессии, вот, который так проявляется и выглядит как усталость и сам он называет эту усталостью. Если вы его куда-то отправите, у него будет дополнительное нарушение динамических стереотипов и там просто все слетит просто окончательно со всех катушек и вы будете его оттуда с вертолетом эвакуировать в психиатрическую больницу, с которой надо было начать, прежде чем на три недели уезжать куда-то. Вот, значит, у него вполне возможно, что это является тревожным расстройством. У него уже сейчас нарушены какие-то динамические стереотипы, не найдет эти соответствующие способы решения, а это нужно будет, сняв предварительно тот уровень тревоги, который у него есть, вот, тоже не решится. Поэтому здесь очень опасна психодиагностика, ну, как бы, самодиагностика. Вот, я бы рекомендовал обращаться к врачам, психотерапевтам, которые имеют медицинское образование. Если вы видите, что человек действительно, ну, как бы, это не просто психологическая проблема, а реально что-то уже начало пробуксовывать, так сказать, как-то уже это уже с перебором, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. Это должен делать, нет, это должен делать сам человек, да, не вот, он не может совершенно вас послать на три буквы. У нас вообще очень большая проблема, видите, вот, раньше все время ругали психиатрию, что она репрессивная, вот, что она, значит, людей там заковала, мучает, и так далее, и так далее, значит, какие-то перегибы, конечно, везде всегда бывают, да, но вот, например, когда приняли закон о психиатрической помощи в России, значит, что привело? Душевно больной должен подписать согласие на госпитализацию. Значит, ну, вы в твердом уме и здравой памяти понимаете, что особенность психического расстройства, тяжелого, сумасшедшего, состоит в том, что он не отдает себе представление о реальном положении дела, иначе бы вы его не считали сумасшедшим. Если он не считает себя сумасшедшим, потому что он не отдает реакции, с какого лета он подпишет какую-то бумагу, значит, в результате можно по суду госпитализировать только душевно больных, которые угрожают жизни себе или окружающим, но это может быть сюрпризом, он же не ходит по дороге, всю дорогу угрожает, он просто может тихо сидеть, подчинять примус, а потом вдруг серьезно угрозить. И в этом смысле, конечно, родственники пациентов таких оказываются в очень тяжелой ситуации, потому что они не могут принять за него решение госпитализации, врачи не могут взять на себя ответственность этой госпитализации и так далее, и это большая проблема. Вторая большая проблема связана с пациентами, которые страдают пограничными психическими расстройствами. Значит, они вроде бы, ну что такое, человек с панической атакой, но он же, все уже нормально с ним, у него сердце плохо работает, ему так кажется, почему-то. Да вот, ему говорят, а не хочешь от сердца попринимать цепромельчику? Это антидепрессанс эффективный или петербуратного захода сертонина. Он говорит, вы в самом умеете, у меня же сердце должны лечить умею. Что вы мне отаракс назначили? Может, вы сами какие-то нездоровые? Вот, да, с депрессиями. Люди, депрессия страшная обманщица. Я вот это рассказываю в книжке «Депрессия нет». Она же, депрессия, с вами начинает разговаривать. Она начинает вам рассказывать, что вы ничтожество, что все плохо, что будущего нету, и так далее. И вы сидите в этом странном мире и слушаете эти рассказки. И после кто-то приходит и говорит «Нет, все нормально, просто у тебя депрессия, сейчас мы вылечим». Ну, вот вы что скажете, находясь под таким серьезным самовнушением, потому что действительно депрессия способна порождать эти мысли, классическую тряду Бека, так называемую. То есть, каждая депрессия начинает с вами разговаривать мыслями, что все кончено, все плохо, только что не умерли, но лучше бы умерли, потому что уже дальше невозможно. Ну вот, и дальше вот у нас возникает конструкция, при которой единственный способ, который мы можем, как бы сказать, улучшить в этом смысле ситуацию, это заниматься последовательным просвещением в области того, что такое человек, что такое его мозг, как он съезжает с катушек, как он может быть дисциплинирован, почему он оказывается в тех или иных кризисных ситуациях, как эти механизмы развиваются. Я считаю, что это знание должно стать одним из базовых знаний, потому что мы нас научили пользоваться цифрами, математикой, научились пользоваться этим правописанием, у нас было ручкой, нас научили пользоваться языком, там, учили русский язык, учили и черт знает чем физике, а то, что мы с тобой представляем, пользоваться, а это без инструкции. Они к чайнику инструкцию пишут вот такую, а человека вынули и говорят, а без инструкции, потеряли в процессе. И дальше, а как пойдет? И я, еще не подлежит. Вот, и это, конечно, проблема, и поэтому я считаю, что единственный способ, который позволяет не в данной конкретной ситуации, вот, а, как бы сказать, для нас в целом, вот, когда вы являетесь со своей стороны людьми, которые являются проводниками этих знаний для других людей, в ситуации, когда у них будет беда, у них в голове уже будут прошиты соответствующие информационные паттерны, которые позволят им рационально оценить свое состояние и согласиться со мной на помощь медицинскую, на какое-то лечение, там, и так, на поддержку со стороны специалистов, там, и так далее. Ну вот, поэтому я всю дорогу так отчаянно популяризировал психотерапию, и я думаю, что популяризацией я спал значительно больше жизни, чем конкретными какими-то своими врачебными действиями, вот, потому что когда ты создаешь среду, в которой меньше риска, что возникнет критическая ситуация, это, конечно, значительно более надежная вещь. Все, да? Да, у нас немножко про социальную стечь поговорить. Дело в том, что у дома книги есть свой инстаграм, буквально недавно в инстаграме дома книги проводился розыгрыш, в котором нужно было ответить на вопрос, который звучал очень просто, как избавиться от переутомления, и у нас есть в зале человек, который дал ответ, как нам показалось очень оригинальный, во всяком случае, ответ просто бороться с переутомлением, на мой взгляд, неэффективно, мы с ним в разных весовых категориях, а вот убежать от него вечером или утром, вот метод, заодно и жирок с ним отстанет, написал наш гость Игорь, он сегодня находится здесь в зале, Игорь, спасибо огромное за ваш оригинальный ответ, давайте поаплодируем Игоря, и Андрей Владимирович, из ваших рук давайте перевручим книжку, я подпишу, да, книжку, а, сейчас я бы так даю, мне, я зашла, чтобы вы alte а, ну, это, мы по-тюрзи, вы, мы,